Русское радио День автомобилиста в воскресенье Это профессиональный праздник водителей автомобильного транспорта Праздник, кстати, также известен под названием как День водителя Является ежегодным праздником и традиционно отмечается в последние воскресенья октября Кстати, в этом году День автомобилиста пройдет уже буквально через два дня В воскресенье 25 октября Сегодня, собственно говоря, и Дню автомобилиста будет посвящена наша живая тема И в прямом эфире у меня сегодня замечательный человек Профессиональный водитель более чем с 30-летним стажем Кондрашов Игорь Леонидович, добрый день вам Добрый день Ну, хочется сказать, что кроме того, что Игорь Леонидович водитель с профессиональным стажем Он еще является предпринимателем и владельцем СТО на советской 18Д В которой можно осуществить шиномонтаж, автомойку Там есть магазин автозапчастей и также автосервис Но самое интересное, что 25 октября, конечно же, все профессиональные Или не профессиональные, просто водители отмечают свой праздник Вот и одной из площадок отмечаемого этого праздника 25 октября Как раз таки и будет площадка рядом с СТО советской 18Д Игорь Леонидович, расскажите, что будет в программе празднования Дня водителя? Ну, прежде всего, администрация поздравит Мы поздравим всех водителей Конечно, погода на улице нам не очень сопутствует Но я думаю, что погода будет лучше Да-да, обещают в воскресенье получше Вот Ну, на площадке мы там поставим автомобили грузовые Штук 6-7, которые сегодня ходят на межгород Которые принадлежат нашим водителям, нашим дальнобойщикам Ну, это как, она названа выставкой Но это не выставка, это просто для того, чтобы пришли дети Пришли, ну, детвора походила, посмотрела Полазила, пощупала, пощелкала Я думаю, это будет и неинтересно Это те автомобили, которые сегодня современные Которые ходят, вот, на межгород работают Они все принадлежат нашим предпринимателям Как раз рабочие автомобили, на которых люди заработают, да? Да Да Вот это будет визор, я думаю, будет интересно Потому что я, их, конечно, все видели и по телевизору Именно они проезжали, но когда они будут стоять там в один ряд И между ними походить, пощупать, пощелкать Я думаю, в основном это, конечно, для детей Детишкам можно будет залезть в автомобиль, да? Конечно, если без фанатизма ничего не сломать Я думаю, что можно Ну, и также в программе концерта, отдел культуры помогает нам Там концерт небольшой будет Мы от себя там полевую кухню разворачиваем Каша гречевая, чай горячий Поэтому пусть все приходят Я думаю, всем понравится Но по поводу полевой кухни мы еще обязательно поговорим А теперь вот такой вопрос Вот, представляете, сегодня гость хочет задать вопрос слушателям русского радио Игорь Леонидович, ну, задайте вопрос По поводу профессионального или праздника водитель Должны в 25 октября отмечать только люди, которые профессионалы Или просто водители? Ну, я, наверное, на себя накличу, может, и не Но я считаю, что праздник все-таки профессиональный Как сказать Водитель, кто-то стареет, наверное, у них есть, оно лежит в кармане Но праздник это вот именно тех людей, кто Ну, пусть это красивые слова Что посвятил всю жизнь свою транспорту Это выбрал свои профессии И от начала до конца Поэтому я считаю, что это все-таки профессиональный водитель праздник Конечно, я не против того, чтобы праздновали все, кто желает Мы у нас никому не можем заставить Ну, вот если вот так прямо ставить вопрос Чей это праздник Я отвечаю, это праздник профессиональных водителей Кто посвятил свою жизнь, всю свою жизнь Вот от начала, да, за рулем провел Это их праздник Ну, конечно, это не только водители Это и, не знаю, это и слесаря И инженерные работники То есть, ну, кто связан с транспортом Ну, об этом мы еще в течение передачи поговорим А вы, уважаемые слушатели, можете задавать свои вопросы На наш короткий радией номер 5522 И делиться своим мнением Как вы считаете, если у вас водительское удостоверение лежит 30 лет И вы просто каждое утро ездите на работу Но не связываете свою жизнь с баранкой, как говорится Это ваш праздник или нет? Ждем ваших мнений на наш короткий радией номер 5522 А сегодня в живой теме у меня в гостях профессиональный водитель Водитель с профессиональным стажем более 30 лет Кондрашов Игорь Леонидович Мы придемся на маленькую музыкальную паузу Вернемся, обязательно обсудим много-много интересных хитростей Вернемся, обязательно обсудим много-много интересных хитростей По мне на дачу торчали пробки И кто-то робко спросил Четыре колеса Свобода полоса Зеленый светофор Продвинутый мотор И горшок тупор Но снова Застряли в пробке И кто-то робко Сказал два слова И оба мата Без всякой злобы вообще Хочу так медленно Поехали Четыре колеса Свобода полоса Зеленый светофор Продвинутый мотор И горшок тупор Четыре колеса Четыре колеса Свобода полоса Свобода полоса Зеленый светофор Продвинутый мотор Продвинутый мотор Обратно Невероятно Пустая трасса Ла-ла-ла-ла Теперь не в кассу Но очень к месту Спросили вместе Алло Отчеток медленно Поля Четыре колеса Свобода полоса Зеленый светофор Продвинутый мотор И горшок тупор Четыре колеса Свобода полоса Зеленый светофор Продвинутый мотор И горшок тупор Па-ра-ра-ра-ра-па-па Па-ра-ра-ра-па И горшок тупор Па-ра-ра-ра-ра-па-па Па-ра-ра-ра-ра-ра-ра-па Не понял, а че так медленно Поехали Четыре колеса Свобода полоса Зеленый светофор Продвинутый мотор И горшок тупор Па-ра-ра-ра-па-па Па-ра-ра-ра-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па- Сегодня мы говорим о будущем празднике, профессиональном празднике автомобилиста и водителя. Кстати, этот праздник был учрежден в 1980 году. Установление данного праздника было, конечно же, неизбежным, ведь профессия водителя, а также широкое распространение личного автотранспорта просто должно было найти отражение в списке праздничных дней города и праздничных дней года. Скажите, пожалуйста, Игорь Леонидович, с каждым днем, кажется, автовладельцев становится все больше и больше. По крайней мере, это видно по машинам, которые увеличатся вокруг нас. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, сейчас стало больше автохамов на дорогах, чем, например, 10, 20 или 30 лет? Ну, я думаю, да. Конечно, стало больше. Потому что это не связано с увеличением автомобиля, это, я думаю, связано с воспитанием детей. Ведь как себя ведут на дорогах, так же ведут, я думаю, себя и дома, во всем остальном. А как ведут себя сейчас молодежь и вообще, как мы все видим, вот все отражается зеркально на дороге. Это очень щепетильная тема. Да, ну, что там щепетильная, так оно и есть. Ну, вот не знаю, вот многие представители культуры молодежи, когда приходят ко мне в гости, доказывают мне совершенно обратно. И, вы знаете, с ними невозможно согласиться. Да, порой у нас, конечно, бывает хамское отношение, но, тем не менее, молодежь все-таки у нас достаточно хорошая. Я не сказал конкретно молодежи, Максим, не надо. Я просто сказал о воспитании в общем. Ну, вот как-то, ну, хотя, чем моложе, тем, наверное, все-таки, ну, скажем так, пусть не обижаются, но молодежь понаглее становится. Не, ну, действительно, я помню, когда я первый раз сел за баранку своего автомобиля, своей белой любимой пятерки, я тоже, знаете, как говорили в то времена, подпыжевывал. Первый годик, второй, ну, а потом как-то задор утих, я понял, что я уже чему-то научился и начал думать своей головой, а не ногами. Пусть будем говорить так. Давайте все-таки вернемся к празднованию профессионального праздника водителя автомобильного транспорта, который будет праздноваться 25 октября у нас в России. И одним из мест празднования будет СТО на Советской 18-Д. Скажите, пожалуйста, ну, вообще, что побудило вас организовать данное мероприятие? Ну, это уже второй год мы его проводим, это мероприятие. В прошлом году открывали, открыли памятник АС-51, который стоит у нас там на постаменте. Вот. И как-то, когда мы его открыли, по-моему, в июле, а в осенью этот праздник был, ну, и возникла эта идея как-то, ну, хоть раз в год собирать водителя. Хотя это очень сложно. И сегодня мы, у многих, у которых вот у нас дальнобойщики работают, я их не могу собрать, потому что обещали приехать, и там 2-3 человека все равно уезжают в рейсы, все равно не могут доехать до нас. Вот поэтому как-то крупных автотрафтов прилететь она, к сожалению, не стала в районе. Если в советское время было автохозяйство у нас крупное, сельхозтехника была. Ну, сегодня сельхозтехника совсем нет, в автохозяйстве там вообще в розовых машинах не осталось. Ну, это как-то хотелось собрать ребят всех хоть в раз в год и парюнки водки выпить, извините меня. Как бы это ни звучало, оно как-то так. Вот. Вот поэтому я на прошлый праздник я пообещал, постараемся проводить это ежегодно на нашей площадке. Ну, вот, в этом году все это тяжело, но нам помогает, помогает и администрация, и отдел культуры, и постсовет там обращаемся всегда, там они всегда, всегда все идут навстречу. Поэтому будем стараться и в следующие годы, если хватит у нас пороху. В пороховницах, да? Да. Ну, это хорошо, главное, чтобы пороха и ягод всего хватило. Ведь у нас ветеранов очень много приходит, понимаешь? Я же начинал в 79-м году еще вот о хозяйстве у Николая Михайловича Габеева работать. Вот все те люди приходят, со слезами на глазах приходят, там фотографии выставляются. Поэтому, ну, надо это, надо. Да, конечно же, надо патриотическое воспитание молодежи от полевой кухни, да, конечно же, фотографии и общение с ветеранами, и понимание, что такое грузовой автомобиль. Я, честно говоря, мечтаю проехаться на каком-нибудь большой такой фуре. Вот никогда в жизни сам за рулем не ездил. Вот у меня есть такая маленькая, правда, существуемая мечта, но, тем не менее, мечта. Игорь Леонидович, вы сказали по поводу постамента и памятника, который стоит у вас, ГАЗ. Расскажите, пожалуйста, вообще историю реставрации этого автомобиля. Где вы взяли этот автомобиль и оригинально на нем ли все запчасти? И расскажите историю этого памятника. Ну, этот автомобиль мы нашли, ну, вернее, нам предложили в Малакирсановской школе, ее подарил когда-то маршал авиации Кутахов. Это почетный гражданин села Малакирсаново. Он в 50-х годах подарил его в Малакирсановской школе. Ну, вот эти все годы он там детей возил, учились они там в советское время. Ну, вот эти лихие начались в 90-е, 2000-е, все, он стоял у них там на приколе где-то, где-то там в полузнишем состоянии. У нас там фотографии есть, какой мы забирали его. Там ни двигателей, ничего не было. Вот, ну, обратились в школе, они долго там что-то сопротивляли, ну, не сопротивлялись, не советовались. Ну, то ли им жалко было, то ли там кто-то, коллектив школы был кто против, кто за, ну, спасибо там и глава местный, и директор школы. Ну, в общем, отдали нам они этот автомобиль. Ну, и вот мы его восстановили, поставили. Мы когда просто увидели, сразу пришла такая мысль установить его, почему нет. Этот автомобиль поднял нашу страну, можно сказать, после войны. Поэтому на нем мой отец работал, и я начинал на нем работать, и все, кто не подходит, все говорят, ой, я на нем начал работать, ой, это автомобиль. И сейчас я скажу, вот этот автомобиль у него западен на всего 200 тонн. А на нем вот страну подняли после войны, его начали выпускать в каком-то 49-м году, по-моему. Вот. И вот я в каком, в 79-м автохозяйстве, на этом самосвале насыпали мы на Успенку подъем. Вот подъем на Успенку возили грунт, 2,5 тонны. И сейчас, вот это сколько лет прошло, до 30-35? Да, более 30. А сегодня самосвал поднимает 60-80 тонн и едет со скоростью 100 кг в час, 90-100. Вот шагнула автомобильная техника. Хотя мы 2,5 тонны возили, но он плохо ехал, конечно, но ехал. Но, тем не менее, подняли страну. Ну, где я его поднимаю? Нет, ну, понятное дело, что именно этот автомобиль, он как пример для того поколения, которое как раз-таки после войны добилось того, чего сейчас у нас есть. Да, да, да. Поэтому это память. И сейчас есть автомобиль такой же, который ездит. Все спрашивают, где молодежь подходит, значит, это аномарка, там же такие круглые крылья. Они его просто даже не видели и не помнят. Все, вот, только поэтому. Да, кстати, по поводу того автомобиля, который ездит, по поводу полевой кухни. Я знаю, что этот автомобиль любитель возить за собой как раз-таки ту самую полевую кухню. Но это другой, а то все допутают, вы что снимаете с памятника и его ездите. Это другой автомобиль. Да. Тот, который стоит на памятнике, это Малакирсановский, со школы с Малакирсановым. Да, навигетный автомобиль, который подарил. Да, там он хоть и комплектный, там мотор стоит, все там оригинальное, все на нем стоит. Его теоретически можно захотеть завести. Ну, просто не ставили этой цели, он стоит и стоит. А есть еще второй автомобиль, который вот этот двигается. А то всегда путаются, думают, вы что снимаете номера одинаковые. Вы знаете, мы слушали, два автомобиля у нас стоит. Один, который можно завести, а второй, который ездит. Но это, знаете, как в каком-то анекдоте, что если по стаментам нашей огромной страны все памятники, автомобили и бронетехнику, то можно, в принципе... В Донецке так и сделали. Ну да, в Донецке так и сделали. Так, скажите, пожалуйста, вот еще. Вот полевая кухня, что это? Это армейская полевая кухня, которая готовит четыре блюда. Теоретически. Но мы будем готовить два. Гречевую кашу с тушенкой и чай. Вот это кухня. ПК-125, по-моему, на 135 человек она может одновременно и единоразово накормить первым, вторым и третьим. Ну вот это и замечательно. Как раз таки вот это и поднимает военно-патриотическую мощь нашей молодежи. А вот я вспомнил, вы говорите, что вы начинали сами работать на газоне. Вот в те далекие времена, вот вы уехали куда-то, ну ладно, там на Успенку, а если возили куда-нибудь между город, между областей, скажите, пожалуйста, как... не было сотовых телефонов, как вы держали связь со своими родными, с семьей вообще? Тяжело ли это было или достаточно? Ну, тут два вопроса. Во-первых, на ГАЗ-51 я не ездил на большие расстояния. Это было, буквально, я на нем поработал перед армией, вот, которым я говорю, там, на самосвальчике. Начало вашей водительской карьеры, да? Да, начало, на самосвальчике. А родители наши рассказывали мне, люди, они ездили далеко в рейсе, также ездили и в Москву, и за Москву, и под Москву, и куда угодно. Ну, конечно, это растягивалось не так, что сейчас Москва 4 дня, 3-4 дня, это 2-3 недели. Ну, если я сам с Надеждой, если в Надежду ездили раньше из Матвеева Кургана, там, в 2-3 дня, потому что не было просто дорог, просто не было, ты не поверишь, но в 2-3 дня ездили, когда расписало все. Не очень, поверю тебе. Ну, было так, и это я помню, вот между Садбазой, от Садбазы и до Алексеевки, там, мне эта дорога была рядом, там все было такой солончак, там машины стояли сутками, кому надо, двигался пешком. Это все касается этих автомобилей, ну, далеко я на них, на ГАЗПе всегда не ездил. Ездил на других автомобилях, ну, застал без телефонов, ну, скажу, прекрасное время было. Это сейчас тебя все время дернули, тогда уехал, и с семьей связаться, ну, только, как, у вас телеграф, телефон. Как раз-таки тогда нужно было, если самому нужно, тогда связаться, а тебя уже никто не мог дернуть никак. Да, ну, тебе дали, раньше же, как работали в предприятиях, дали тебе путевой лист, поехал в Москву, конкретная задача, надо связаться, где-то там связался, телеграф, телефон, домой позвонил, жив-здоров, люблю, приеду, и все. Вот такая связь была, и ничего там страшного не было, сейчас многие говорят, вот, откуда эти телефоны. Но они нужны, они нужны, не нужны, это такое двоякое чувство насчет телефонов. Конечно, нужны, конечно, ну, вот как-то так. Вот я вспомнил, после войны дорожка фронтовая, вот песенка шофера, сейчас мы послушаем в исполнении Леонида Агутина. Вот скажите, пожалуйста, ну, понятно, что сравнивать дороги те и нынешние уж смысла нету, но, тем не менее, скажите, пожалуйста, вот в начале вашей карьеры, вот там, 30-35 лет назад, когда вы уезжали в Москву, а в Москву какая была дорога, уже достаточно нормальная? Ну, ужасная была, их было две, Харьковское направление, это, которое сейчас через Украину идет, и вот Воронежское, которое сейчас М4 действует. Ну, Харьковское было получше, ну, две полосы. Если сейчас М4, две туда и две оттуда практически везде, тогда было две полосы. Кое-где и три? Ну, кое-где, даже не знаю, нет, две, и вся она убитая, вот там, тогда на КамАЗе ездили, там вот все, что где плохо прикручивалось, все держало, все выпадало, отпадало. То есть, все было довольно сложно. На Мкане было, на Мкане две полосы туда и две оттуда. Если сейчас, там шесть туда и шесть оттуда, на кольцо автомобиля дороги московской. Две туда и две оттуда, и темень полная, ну, только на постах. Вот, вот это я достал еще. Вот скажите, пожалуйста, тогда получается, что сейчас стало жить легче, лучше, стало веселее профессиональному водителю, который дальнобой. Вот, ну, посреди того, что дороги, машины. Да, ну, машину еще купить надо, либо где-то, не знаю, или не купить, или где-то работать на нормальной машине. Да, на машины хорошие стали, что говорить. Конечно, легче. Конечно, сейчас машины такие, они режут проехать. Там, знаешь, сколько систем, там, я не знаю, это уже, ну, не с самолета, но довольно-таки довольно сложно. Электроники, наверное, все, если мы говорим об иномарках, да и команды сейчас пошли такие. Вот, поэтому легче. Но в денежные отношениях... В эквиваленте, да, это все... Да, вот, просто я давно, ну, я уже второй год не работаю, я вот ездил, там, 10 лет назад. Что сегодня ребята ездят, я знаю, какие ставки, например, на Сосновске ездят, Ростов-Москва, там, Ростов-Санкт-Петербург. Ставки известны. Вот они, что были 10 лет назад, в круг получалась сумма, что сегодня. Ну, это в 10 лет назад солярка была, там, 15, 17, 12, сегодня на 35. И плюс платные дороги добавились. За все это платить, за все это с кармана водителя. Понимаешь, то есть ставка осталась та же самая сумма, а сколько расходов добавилось. Вот, кстати, по поводу платных дорог, редактор попросил меня задать вопрос вам, как профессиональному водителю. Скажите, пожалуйста, платные дороги, на ваш взгляд, нужны ли они? Не улучшилось ли качество дорог из-за того, что появились платные дороги? Нет, они, конечно, улучшились, конечно, они нужны, но как-то платить-то нечем, я все такое сейчас говорил. Это все ложится на фракт водителя, на ставку водителя. Понимаешь, все с его кармана. Как-то, я не знаю, как это. Либо поднимать ставки фракты, либо, не знаю, кто-то оплатит. Ну, водитель все это оплачивает. Вот в нашем случае. Вы говорите, вроде как бы и нужны платные дороги, а с другой стороны? Конечно, но они, да, лучше. Ну, сейчас четыре полосы в одном, и все освещено. И колыхаясь, раньше мы до Москвы там ехали полтора суток, сегодня это реально за 12-15 часов доехать. Конечно, нужны. Ну, как-то это все у нас однобоко. Скажем, на М4 этих наставили шлагбаумов, через каждую, в каждую область. Воронежская себе, Тульская себе, Липецкая себе. И везде стоит шлагбаум, везде плати. Как-то это либо в Ростове открыли шлагбаум, заплатил, там, пустите, там, 2-3 тысячи и доехал до Москвы. А не так, как здесь 500, здесь 700, здесь 1500, здесь 100 рублей. То есть это как-то не продумано, на мой взгляд, я не знаю. Хорошо, такой вопрос, если нет денег реально платить, можно как-то объехать все эти платные дороги и добраться другим путем? Можно, если бы у нас по закону положено так. Но там столько припонов они ставят, например, в Липецкой области, там есть Задонск, они через каждый, там, 100 метров лежащий полицейский, светофорчик поставленный, скорость ограничения 20 км в час. То есть они специально выдавливают всех, там, где хорошо, туда и выдавливают. То есть там создаются, есть, конечно, альтернатива всегда должна быть. Либо было, там, год назад, мост они просто тупо закрыли и все, и пустили, если тебе надо объезжать, это надо было объезжать, еще крюк килограмм 150 делать, чуть ли не через Липецк. Ну, вот. В общем, за комфорт и качество в нашей жизни в данное время приходится платить. Да. Хочешь, не хочешь, а прям принуждают. Все это хорошо, но вот если бы, как это, или зарплаты поднялись, либо, не знаю, ну, все это просто на карман водителя ложится. И остается ничего. Прервемся на маленькую музыкальную паузу и вернемся буквально через несколько минут. Песенка шофера в исполнении Леонида Агутина. Жить стало лучше, но дороже, но, может быть, и веселее. Пусть твой грузовик через бурю пробьется, Я хочу, шофер, чтоб тебе повезло. Не страшны тебе ни дождь, ни слякоть, Резкий поворот и газ за горь, Чтобы не пришлось любимым плакать. Крепче за баранку держи, шофер. Песенка шофера в исполнении Леонида Агутина. Песенка шофера в исполнении Леонида Агутина. Крепче за баранку держи, шофер. Пусть пропахли руки дождем и бензином, Пусть по серебрю ловиськи седина. Радостно встречать тебя с маленьким сыном, Выйдет в перекрестку любовь и жена. Не страшны тебе ни дождь, ни слякоть, Резкий поворот и газ за горь, Чтобы не пришлось любимой плакать. Крепче за баранку держи, шофер. Хочу держи, держи, Крепче за баранку держи, шофер. Хочу держи, шофер. Песенка шофера только что прозвучала В прямом эфире живой тема. У меня в гостях водитель с профессиональным стажем, Кондрашов Игорь Леонидович. И вот вопрос от слушательницы пришел. Игорь Леонидович, Вы говорите, что сейчас до Москвы Можно доехать достаточно быстро. А вот раньше было достаточно долго, Вы говорите, До надежды двое суток ехали. Ну, это совсем далеко. Сейчас, собственно говоря, Дальнобои порой уезжают на неделю, на две, на три. На неделю. Да, вот, например, от семьи. Многие женщины волнуются по поводу того, Что, ну, мужья уезжают и, возможно, в дороге, Ну, куда-то налево, как говорится, едут, заезжают, так скажем. Насколько ли это правда? И вот Вы, как человек, который долго достаточно ездил на дальние расстояния, Скажете? Максим, ну, ты мне задал такой вопрос. Это не я, это слушательница Роского радио. Да, довольно провокусованная. Ну, все это есть. Они там везде стоят. Но вот у меня, вот, сложилось такое впечатление, Что это больше всего водительский трюк. Вот я... Они везде, вот, где стоят, везде знают, На каких стоянках они есть. Ну, больше по радиостанции там, Вот, друг другу говорят. Да, там Манька, там Ванька, там туда-сюда. Да, но больше, вот, мне кажется, это все больше разговоры, Это все легенды. Никто этим... В общем, все это больше трех. Да, больше трех. Да, у меня вот сколько, я сколько ездил, знакомых сколько, Ну, никто не пользовался этими условиями. Это больше разговоры, это как легенда. А ну, вообще они есть, да. Ну, это как в нашей жизни, везде грязь есть. Я понял. Скажите, пожалуйста, тогда вопрос по поводу вообще женщин за рулем. Скажите, пожалуйста, вот раньше было вообще практически не было женщин за рулем, это был нонсенс, сейчас женщин все больше и больше скажите пожалуйста, многие считают что знаете, ну уж простите, уважаемые слушатели многие говорят, вот женщина за рулем чуть ли не обезьяна и еще остальное я лично с этим не очень согласен, потому что статистика говорит, что хоть и женщины чаще попадают в аварии автомобиля, но тем не менее страховые случаи выплачивают гораздо меньше, чем мужчины, женщины попадают в мелкие, незначительные аварии на ваш взгляд, сейчас женщина за рулем хорошо уже ездит, или все-таки еще не поднялся уровень езды женщины за рулем я категорически с тобой согласен, что женщины за рулем, это хорошо они гораздо аккуратнее лучше ездят, чем мужчины и меньше у них понтов, вот этих всех которые обогнать справа, подрезать, срезать женщина ездит аккуратно мужчина пендитный водитель да, ну а то, что там кто-то плохо лучше, и мужчины есть и хуже ездят, но у женщины я вообще не против, и всегда я считаю, что женщина за рулем это нормальная фирма так, а теперь хочу задать вам маленький сделать вам маленький блиц-опрос, как профессиональному водителю ну вот так, несколько вопросов скажите, пожалуйста транспортный налог насколько тяжело платить его сейчас, есть ли разница между например, прошлым веком и нынешним веком? ну, прошлый век я не платил вообще не было ну, нет, тут было, копейки были зачем мы с сравненным там, господи и на легковые автомобили? нет, я имею в виду на грузовые автомобили да на грузовые, ну на грузовые ну, конечно, сейчас больше все это опять стоит оплатных, что дорога, что налоги это все же накладывается, понимаешь все накладывается на водителя я просто выступаю как от частных предпринимателей как от частного водителя у которого 1-2 автомобиля, например и он оплачивает все эти налоги сегодня налог на грузовой автомобиль современный там 23-27 тысяч что ли это много или мало как ты считаешь? ну, учитывая то, что это больше около двух тысяч в месяц то, в принципе, немало, я бы сказал вот, и плюс опять те же самые расходы которых я раньше говорил топливо сегодня 35 вкладные дороги а сегодня там тахоры ввели, вводят вот сейчас там что-то вообще будет расчет 3,5, то ли 5 рублей вот не знаю, я уже просто этим не в теме в этом особо за километр вот ты выехал в грузовой автомобиль у нас больше там 5 тонн, по-моему 12, ну, не знаю выехал на трассу, проехал до Москвы там тысячу километров это, не знаю, 3 рубля или будет или 5, не знаю вот она платит вот она платит поджимает, в общем, вашим аппаратом получается в общем, да так, следите, пожалуйста изменилось ли отношение сотрудников ГИБДД за последнее время к водителям? не знаю вы знаете, я и в советское время ездил как-то у меня с ними было нормально всегда отношение они как-то все на всем жаловались там, ну как-то раньше что-то там в советское время больше просили денег вообще да мне тоже так кажется я был да а сейчас как-то особо последнее вот я ездил не знаю меня вообще из Ростова до Москвы туда-сюда съезжили никто ни разу не останавливает не знаю в общем у меня нет претензий к нашим да бывает такое действительно вот несколько путешествий у меня было за последние 3 года таких достаточно далеких я удивлялся когда я проехал там до Кабардино-Балкарии обратно до Москвы и туда меня вообще ни разу не остановили ни на стационарных постах ни так называемые выездные главное не нарушать да главное не нарушать точно сейчас же есть такой вопрос причины остановки скажите пожалуйста вот разрешенное количество промиллей в теле человека скажите пожалуйста такой вопрос на ваш взгляд многие говорят что да вот почему вот точно так же как тот же самый человек который долго за рулем ну вот хочется ему там расслабиться не знаю но вот в Европе можно например взять и там несколько чего-то там принять на грудь так скажем во время дороги на ваш взгляд нужно ли это современному российскому человеку созрели мы для этого или все же все правильно что нет алкоголь за рулем противопоказания нет конечно нельзя нам этого позволять нельзя если нам позволить может закончиться как правило закончится печаль это не остановится хоть 0,2 хоть 0,3 русскому человеку только поднял нельзя так скажите пожалуйста какие бы изменения в правила дорожного движения вы бы внесли если у вас была такая возможность ой господи я даже не знаю Максим вот это и были все изменения которые бы мы внесли вот раньше кстати вот ведь все начиналось вы говорите два дня до надежды ехали а я вот действительно вспомнил когда еще автомобилей не было тех же газонов полуторок раньше как-то на кобылке сел и поедал ну за кобылок порохи подняли �� или конечно ведь вообще сейчас современной а совершенно невозможно представ badass современной жизни без автотранспорта легковые грузовые автомобили автобусы троллейбусы ну и в разные средства передвижения вошли в жизнь любого современного города поселения играют нашей жизни огромную роль как ходом времени значимость автомобиля транспорта продолжают увеличивать тобили на промышленность постоянно развивается и к этому еще очень сильно совершенствуется с us и увеличится число профессия тур автотранспорт вид данный праздник который мы будем начать 25 октября является профессиональным не только для тех кто в силу своей профессии занимается отслуживанием автомобилей различных видов ну и также для обычных водителей которые имеют свой личный транспорт так вот такое вот мнение всем хорошего настроения мы продолжаем прям эфире живая тема меня в гостях игорь леонидович и мы прервемся на маленькую музыкальную паузу вернёмся буквально через несколько минут девочка маленьком бежо смотрит на мелодия мобильного в сердце я не умолкая девочка маленьком пежо смотрит в окно она все знает мелодия мобильного в сердце я не умолкает едет она едет она вся крутая на нее глазею даже те кто этого не знает мило подмигивает глазастым на самом глубоком взгляде да это голубые линзы она оценивает и примеряет она любит скорость но не гоняет стопа опуская притягивает взглядом ловит на крючок те кто зазевался рядом она ласкает свои волосы руками на руке просвет подаренный на память ее голову качают римы рэнби она хочет быть розовой немецкой девочка маленьком бежо смотрит в окно она все знает мелодия мобильного в сердце я не умолкает Едет она, едет, она вся крутая Царица пробок, миссис Тверская Смело наглушает, сложные пересекает Если тормозят, ее тут же отпускают Она будто лебедь выплывает Дорогие тачки, пропа потрезает Солнце защитные очки А кучи она любит день Но больше любит ночи Ее кожа мягка, румяна и нежна Девочка привыкла спать не одна Она любит полна, но добую ищет Желающих сотни, точнее тысячи О, девочка в маленьком Пежо смотрит в окно Она все знает мелодия мобильного В сердце, ей-е-е-е-е Не умолкая Едет она, едет, она вся крутая Волит маленький пежо, даже не держа руля руками А круто за деньгами на сказочной дороге Делает ее волшебницей эротики Сынок по мобильному, по делу очень важному Скорее всего прибыльному Бабки пролетают мимо, надо им вправь Мыслями куплюры ловит, как благодать Не сбрасывая скорость впереди красный свет Новенький мини-купер притормозит Тупая ситуация Вышли два мальчика иной ориентации О, девочка в маленьком Пежо смотрит в окно Она все знает мелодия мобильного В сердце, ей-е-е-е-е Не умолкая О, девочка в маленьком Пежо смотрит в окно Она все знает мелодия мобильного В сердце, ей-е-е-е, не умолкая Девочка в маленьком Пежо в прямом эфире Живой темы У меня в гостях Профессиональный водитель Водителя с более чем 30-летним стажем Кондрашов Игорь Леонидович На площадке СТО Советской 18-д Напомню, 25 октября Будет отмечаться Профессиональный праздник водителей Игорь Леонидович Ну давайте еще раз скажем Во сколько этот праздник состоится Начало праздника в 11.00 Торжественная часть Небольшой концерт будет Викторины Потом поливая кухня Рай-пост со своими пирожками приедет И мясо пожарить может Поэтому хорошо, погода была хорошая В общем просим у природы хорошей погоды И ждем ждем всех Вот еще такой последний вопрос Мы только что вот говорили за микрофоном По поводу того, что вот о реставрации автомобилей Вот очень многие проезжают мимо Вы знаете и говорят спасибо вам Честно говоря Ко мне приезжали друзья из Ростова И мы проезжали мимо вашей станции И видели на постаменте Вот этот автомобиль Люди были удивлены Что частники Простите я вас так назову Просто частники Они реставрируют автомобили Оставляют их себе дома Делают какие-то микромузеи Ну собственные свои Там частные коллекции Вот взяли и поставили На всеобщее достояние Еще тот автомобиль Который теоретически можно завести Вот ну скажите пожалуйста Много ли вообще таких автомобилей У нас в районе Которые можно было бы еще где-нибудь взять И отреставрировать так скажем Или их просто уже не осталось Да нет Про их просто уже Грузовых я думаю просто нет Таких отделов Я объясню почему Газпистолетов нету сейчас Наверное трудно найти Тем более в районе На тот момент когда Они эксплуатируются И когда их выводили эксплуатацию Это наверное год 79-80 я так думаю Не было частной собственности На автомобиле То есть когда списывали Ну сейчас могли там Списали автомобиль Могли продать там водителю Могли продать там пенсионеру То есть они их сохраняли Каким-то образом А на тот момент Час на собственности не было Не было То есть автомобиль списали И у нас с баланса снять С баланса сняли Порезали Отдали в металл Поэтому если говорить Вот это газпистолетин конкретно Его трудно найти Сегодня этот автомобиль Он да Он есть в интернете Открыть где-то там Один в Архангельске Один там в Москве Вот Ну я это связываю Лично с тем Что их просто В то время Списали и порезали И сдавали на металлолом Да Ясно К сожалению В общем Это достаточно тяжело Но в общем Большое спасибо Игорю Леонидовичу За то что он Маленький такой музейчик На свежем воздухе Так скажем Открыл постамент И памятник Еще раз напоминаю Что 25 октября Профессиональный праздник Автомобилистов Будет отмечаться В Мадрикурганском районе На площадке Улицы Советская 18 Д СТО Советская Шиномонтаж Автомойка Автозапчасти Автосервис Все для настоящего Автолюбителя Игорь Леонидович Ну что ж Несколько слов Хочется на прощание Чтобы вы сказали Слушателям русского радио Водителям Профессиональным Которым будет отмечать праздник Просто людям Людям у которых есть Водительское удовлетворение И тем кто Его получит Или стремится к этому Кстати это тоже сейчас Достаточно проблема Недавно столкнулся Сдать вождение по городу Человеку Сейчас очень сложно Почему? Потому что не умеет? Потому что Потому что денег не берут Ну да Кто-то говорит что не берут денег Кто-то Те кто не берут И говорят что Не умеет Но я думаю Все-таки не умеет Я думаю Если бы человек умел Я думаю Никто не ставит цели Там кого-то завалить Может быть Но тем не менее Несколько слов Ну я хочу Прежде всего Поздравить всех С праздником наступающим Кто будет Кто не будет Я не знаю Конечно приходите Но кто и не будет Хочу ветеранов поздравить Я не знаю Вот Я начинал автохозяйство У Габеева работать Вот многих Сейчас фамилии Много бы сказал Не помню Не могу так сразу Быстро Как-то в голове Сумур такой Вот всех ветеранов Кто придет Сельхозтехники Стран сельхозтехники Бывшая Ведь было раньше Много водителей Вот именно Профессиональные водители Сейчас у нас Так как-то Ну совсем Их вала Осталось Скажем так Ну я конечно Не только профессиональных И всех у кого Достоверение есть Максим меня убедил Потому что тоже водители Нет это водители Но не профессиональные водители Ну хорошо Хорошо В рюмку имеют право Все поднять В этот день Вот Всех поздравляю Всех приглашаю Всех обнимаю Да пусть не будет пробок Бездорожье Верный путь Автомобиль найдет Пусть тебя ничто не потревожит И ничто в пути не подведет Как истинный водитель У меня в гостях был Игорь Леонидович Кондрашов Который всех ждет В 11 часов 25 октября По адресу Улица Советская 18 Д В район Автобазы Рэпо Приходите Поддержите всех Ну и как говорится Я думаю Будет повод поднять что-то Ну и собственно говоря Полевую кухню Настоящую Попробуй Игорь Леонидович Большое вам спасибо За то что уделили 40 минут Спасибо вам Надеюсь погода будет хорошая И все будет хорошо Уважаемые слушатели Всем пока-пока Услышимся совсем-совсем скоро В максимальной волне